Жители одного из домов на Химаше уже вторую неделю не могут ни постирать белье, ни посуду помыть, ни принять душ. Нет ни холода, ни горячей воды. От коммунальщиков, говорят, добиться ответа невозможно. Когда же закончится засуха? Отправился выяснять городской дозор. Жильцы этого дома вторую неделю пребывают на сухом пайке. Ни у кого нет горячей воды. А в этом подъезде отсутствует еще и холодная. Как ни крутись, сетует Ольга, а воды как не было, так и нет. На кухне гора грязной посуды, в ванной нестиранное белье. Зато коммунальщики будто воды в рот набрали. Когда засуха прекратится, не говорят. Обращались в управляющую компанию Родонит, нам диспетчер отвечает, что работы ведутся, хотя рабочих не наблюдаем. Они приходят периодически, что-то там полазят и уходят. Рабочий день до пяти они уходят, в три часа их уже нет. У Ольги вторит соседка. Уже третья управляющая компания меняется. А жить становится только хуже. Сперва была Нижнесецкая, потом старый Химаш, вот это третий Родонит. То есть и все ждут чего-то. Трубы ничего, никакие системы не меняются. Но, как выяснилось, управленцы не бездействуют. Обезвоженный дом, который день, их головная боль. Вот и сегодня вход на чердак открыт, а там кипит работа. По словам сантехников, лопнула труба с горячей водой. Поэтому дом от подающего водовода отключили. Оставшаяся вода в трубах замерзла, и все трубы лопнули. Разморожились по всей длине. Поэтому мы сейчас сто процентов меняем трубы горячей водоснабжения. Труба с холодной водой грелась от горячей. Когда лопнула одна, замерзла и другая. Сейчас тандем вновь восстанавливают. Пока мы добирались до управляющей компании, авария была практически устранена. Горячая вода на дом включена полностью. Холодная тоже на весь дом, за исключением только собственника 10-й квартиры. Так как там излом трубы в перекрытии. Сегодня-завтра тоже все устранят. Чтобы система водоснабжения больше не замерзала, коммунальщики сейчас монтируют возле труб саморегулирующийся термокабель. Он включается, когда жители прекращают пользоваться водой, и она остывает до температуры близкой к нулю. Юрий Шумков, Владимир Середа, Городской дозор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова